Субтитры делал DimaTorzok И много чего еще. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Огромное спасибо вам всем, ребят, от души за то, что поддержали нас на этом стриме донатами, пожеланиями, теплыми словами. Мы 11 лет занимаемся озвучкой. Я в составе команды занимаюсь для вас озвучкой уже 7 лет. Ваши пожелания, теплые слова в этот день очень греют и мотивируют продолжать держаться на плаву, продолжать озвучивать, какие бы трудности ни происходили, даже когда нас обходят конкуренты и, казалось бы, шансов на существование все меньше и меньше, но потом как-то ситуация снова в нашу сторону поворачивается. В общем, проект до сих пор существует, и это классно. Я надеюсь, он просуществует еще огромное число сотен тысяч, десятков миллионов лет. Будет новое поколение Боннилибрия. Там уже будут эти дети наши все озвучивать, а может быть и внуки, и правнуки. Что мне очень понравилось на этом стриме, ну, собственно, как и на любом стриме, когда ты созваниваешься с ребятами из команды, они включают веб-камеру, и вы общаетесь. Саня! Тёма! Саня! Саня, Тёма! Привет! Давай каламбур какой-нибудь! Так, как называется карлик на заднем плане фотографии? Уже смешно. Микрофон. Ты смотришь, и прям глаз радуется. Такие все интересные, красивые личности разнообразные, и со всеми интересно общаться, и все у нас озвучивают. С каждым сезоном повышают уровень озвучки, между прочим. Вот, стараются, развиваются, и сразу невольно вспоминаешь моменты, когда ты на конфе, за что-то ругаешь, как-то злишься, что задерживают один релиз, или там плохо какой-то момент в другом релизе озвучен, и ты вот с этими милейшими людьми общаешься на стриме, и все вот эти вот трудности, которые возникают в процессе озвучки, они как-то забываются, сглаживаются, и ты понимаешь, что на самом деле всё классно. Коллектив классный, в нём работать приятно, все такие добрые, отзывчивые и общительные ребята, поэтому спасибо всем, вот вам спасибо, ребят, кто это смотрит из команды сейчас. Спасибо, что поучаствовали в стриме, что пообщались с нами, много всего интересного рассказали, и в этот раз раскрылись с точки зрения ваших персонажей. Вот это была главная задумка стрима, чтобы немножечко рассказать о вашей актёрской работе, немножко познакомить аудиторию с вашими любимыми персонажами и сложными персонажами, над которыми вы когда-либо работали. Также очень мне понравилось работать вот над такой вот открыточкой. Вот сейчас я покажу, чтобы вам было получше видно. Вот эту открыточку мы сделали специально ко дню рождения Нелибрии, ну и также в будущем, наверное, тоже будет использоваться. На ней, как вы можете видеть, собраны все автографы войсеров нашего проекта, за исключением одного единственного войсера, который почему-то проигнорировал меня. Но, ладно, большая часть, вот вы здесь можете увидеть, и подпись Ренни, и подпись Мяски, подпись Сильфы, мою подпись вот здесь можете видеть. А вот здесь, например, Иташи, Люпин, и вот здесь вот Амикири в углу прячется. В общем, очень много подписей, все подписи почти есть. Это мы разыгрывали на аукционе донатов, а также викторина у нас была на знания ролей, любимых у ребят. Победители, пожалуйста, еще раз, если вдруг кто-то смотрит и до сих пор не связался с теми, кто у нас заведует призами, ссылки я оставлю в описании. Вы, пожалуйста, свяжитесь в ближайшее время, потому что неохота, чтобы ваши призы пропали, а несколько человек до сих пор не связались. Это грустно, грустно. Я сам разрабатывал эту открытку, собирал с людей автографы, я вас уверяю, каждый человек, каждый автограф на этой открыточке, это лично подписанная подпись Войсера, а не Либри. Они мне присылали в личку свои подписи, я их добавлял на эту самую открытку. В любом случае, проекту 11 лет, это очень круто, продолжаем развиваться и стараться для вас. Идем дальше. Шаровые диалоги. Громкая новость. Мы, как проект, прошу заметить, очень важная деталь, как проект, не как актеры, нанятые в компанию локализации, а как полноценный проект, как полноценная озвучка нашего проекта, где от начала и до конца все делается именно нашими силами, нашей командой, приняли участие, сотрудничаем с Ру Аниме, плохо звучит, сотрудничаем с такой компанией, как Ру Аниме, которая сейчас занимается Дунхуа. Они сейчас развивают направление Дунхуа, Дарам, нам выпала честь озвучить сразу три проекта, которые сейчас выходят, три Дунхуа. Это у нас слабейший монстр, это причина полюбить ее, и она много лет не была главной героиней, вот, про которую я совершенно ничего не знаю, к сожалению. Но тоже третий проект, в котором наша команда принимает участие в адаптации. То есть, есть три Дунхуа, есть три озвучки на данное Дунхуа. Озвучка дубляжная Дип, озвучка Аним Стара и наша озвучка Ани Либри. Они выкладываются, что примечательно, тоже очень классно, в открытый доступ, то есть, не надо платить за подписки, вы совершенно бесплатно можете смотреть нашу озвучку Дунхуа. Когда бы еще такое произошло? Потому что наш проект, в принципе, не занимается особо Дунхуа активно. Да, мы когда-то делали Магистра Дьявольского Культа, и еще там какие-то редкие вещи, Аватар Короля там, например. Но это такие крайне редкие вещи. И даже на этих релизах, когда мы их делали, скажу вам по секрету, возникали постоянно проблемы. С переводом, с выходом равок, не налажен у нас процесс, такой прям четкий, выпуска Дунхуа. И тут у нас появилась возможность делать Дунхуа стабильно, и выкладываться еще в открытом доступе, чтобы людям не пришлось платить за подписку и смотреть. Вот это очень здорово. Я не знаю, как долго это продлиться, но это отличный вариант вам сейчас приобщиться к Дунхуа, дать шанс нашей озвучке и в то же время поддержать меня лично и наш проект. Потому что я уверен, что те, кто дали нам такую возможность, будут отслеживать статистику просмотров разных вариантов адаптации. И если наш вариант будет не сильно отставать или даже лидировать, то это вполне себя развяжет руки и в дальнейшем откроет нам пути к сотрудничеству. И на других релизах, которые, вероятнее всего, мы бы даже не озвучили. Просто-напросто, если бы к нам не обратились. Просто они бы прошли мимо. А так, они получили нашу озвучку. Кстати, в «Слабейшем монстре» я принимаю участие и озвучиваю там очень классного паренька. Вот про этот тайтл я хочу сказать отдельно сейчас. «Слабейший монстр» — это какая-то смесь САО о моем перерождении в слизь, повелителя отчасти, но в какой-то более дружелюбной атмосфере. То есть, это повелитель, если какой-то мрачный и более серьезный, то тут, в принципе, смотрится легко. Нет каких-то прям жестких моментов, убер-кровавых и так далее. И если это сравнивать с аниме, то оно выглядит по-особенному. Я вот, знаете, наверное, массу Исикаев посмотрел, и сейчас, смотря «Слабейшего монстра», я вижу, что нету... Слово «нету», блин. Нет шаблонов, которые обычно используются в аниме Исикаях. Тут какие-то совершенно свои ходы, свои способы. По-своему это экранизируют в Дунхуа. И это интересно. Даже сам факт того, что главный герой перерождается слабейшим существом, и не может ничего сделать, и не получает сразу убер-силы в этом мире, а пользуется своей смекалкой, чтобы развиться, в принципе, уже ломает шаблон того, что герой очень перерождается сильным Исикае, и дальше там делает, что хочет, собирает себе гарем, использует скольжение. Да, привет, смартфон. И тащит просто все произведение. Шаровые диалоги. Новости по роликам на май. Какие запланированы, что будет на моем канале выходить? Во-первых, в ближайшее время выйдет ролик со сравнением топа 10 до начала аниме сезона 2023 весна и спустя половину сезона. То есть вот сейчас еще неделя пройдет, и будет ровно 6 недель с момента, как начался сезон, и можно будет уже что-то, какие-то выводы делать. Вот лично я скажу по моим наблюдениям сейчас, я вообще, в принципе, каждую неделю отслеживаю, как топ меняется. Я скажу, что топ 10 до начала аниме сезона очень сильно отличается от топа, который сейчас, как ни странно. И в предыдущих роликах эти изменения были не сильно заметны, просто потому что какие-то места просто могли там 8 с 9 поменяться местами, или 8 могло на 7, на 6 перепринуть. Это не так интересно. Вот этот ролик, я вас уверяю, будет гораздо интересен с той точки зрения, что тайтлы, которые не попали в топ 10, в этом топе оказались спустя какое-то время. Совсем не очевидные оказались топчики в этот раз. В общем, все подробно покажу и немножечко изменю схему подачи материала. Меня просили в комментариях сделать это более наглядно, чтобы можно было сравнивать. В общем, все увидите в ролике, надеюсь, вы зацените. Также новости по поводу следующей переозвучки на моем канале. Я уверен, огромное количество людей ждет дальше переозвучку от меня. И безумно выстрелил человек Напильник, безумно выстрелила семья Шпината. Даже второй сезон набрал уже 600 тысяч просмотров. Это, кстати, очень много для переозвучки. Фарфорка взяла миллион, семья Шпината первый сезон взяла миллион, Напильник взял уже почти миллион четыреста. Следующая переозвучка, она будет не по ангоингу, поэтому, наверное, она не так много соберет. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы тоже выстрелила. Это «Может я встречу тебя в подземелье» будет называться «Может я встречу тебя в подъезде». Не пропустите. Выйдет, надеюсь, к концу, в середине мая. Я в данный момент обработал, написал сценарий, прописал видеоряд к восьми сериям из тринадцати. То есть мне пять серий осталось доработать, добить. Дальше пойдет работа над озвучкой, эффектами, звуками, музыкой и так далее. Я, кстати, версию сухую такую, с озвучкой чисто, еще без звуков, я думаю, залью, на бусте к себе. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Там много контента эксклюзивного бывает. Спасибо. Шаровые диалоги. Также в начале мая я выпустил кавер на песню «Я жду героя» из Шрека. Вот я, как она вообще появилась, расскажу немножко. Значит, я все время ходил такой и говорил «Я жду Иолу, я буду ждать Иолу, я буду крутить Иолу, я жду Иолу». А у Сильф это заколабилось с песней «Я жду героя», и теперь, когда я говорил «Я жду Иолу», мы прям напевали «Я жду Иолу». Вот, и после этого я подумал, а почему бы не сделать песню? Почему бы не сделать кавер на популярную песню из Шрека, где текст будет переделан смешно, по приколу про Иолу? В общем, сказано, сделано, текст написан, музыка подобрана, инструментал на просторах интернета найден. Первая спетая версия для спонсоров на Boosty отправлена, потом отправлена она звукарю, который умеет сводить, умеет тюнить и так далее. Подключилась дальше к Леву, которая помогла все на бэках, и сам сводильщик Blaze помог тоже на бэках. Смонтирован видеоряд очень долго, плотно, да так, что потом все слетело, пришлось переделывать заново. Очень уж мне хотелось, чтобы текст местами был за объектами на видео, ну, я думаю, вы заметили, если вы смотрели. И в итоге что? В итоге я получил много приятных отзывов, спасибо вам большое за это, я улыбаюсь, мне очень приятно вспоминаю ваши комментарии, говорить сейчас об этом, но, к сожалению, я получил и много негативных комментариев. Одни пишут, что видеоряд плохой, другие пишут, что текст плохой, третий пишут, что я спел плохо, четвертый пишут, что звук плохо сведен, а пятый говорят вообще отдай вспеть к Леву. В общем, вывод из этой ситуации можно сделать плохой. Большинству нравится, значит, все я делаю правильно. А те, кому не нравится, это субъективно их мнение, и оно имеет место быть совершенно, я не против. Вот, единственное, что я забанил пару товарищей, которые писали именно в грубом ключе оскорбительном, вот это я не приветствую на своем канале, извините, ребят. Если вы прям перегибаете палку, и ваша критика уже переходит в оскорбление и грубость, ну, естественно, по моему мнению, то вы отлетаете в баны, вряд ли с возможностью разбана когда-либо. Поэтому спасибо тем, кто поддержал этот кавер. Я честно скажу, что я не певец эстрады, я не позиционирую себя как профессиональный вокалист, который постоянно будет этим заниматься. Я это сделал по приколу. И по приколу это должно смотреться прикольно. Спасибо за советы, за ваши. Я очень ценю, что вы серьезно подошли к вопросу, вслушались, попытались выписать, что не так, что можно улучшить. Вот, я скажу, что мы очень долго над этим работали и сделали все на пике возможностей, и что сейчас смогли. Поэтому огромное спасибо Блейзу за помощь, с меня пивас. Огромное спасибо Клео за помощь, с меня, я не знаю, что ты хочешь. В общем, ссылку я на тебя оставил, спасибо большое. Клео тоже. Давайте мы с этой темы плавненько так, раз уж мы про музыку заговорили, перейдем к музыке. Мои любимые опенинги сезона. Я смотрю в этом сезоне достаточно много аниме, и я сейчас готов назвать вам топ-5 опенингов. У меня прям топ сформировался, представляете? Я могу выделить пятое, второе, третье, первое место. Сейчас вам фрагментарно продемонстрирую, буквально 5-10 секунд, чтобы мне по жопе завторские права не дали, и скажу, чем меня зацепил конкретно какой опенинг. На пятом месте я решил расположить опенинг Мэшелл. Магия и мускулы. Мне он показался зажигательным, мне нравится голос исполнителя, и сам по себе он отличается от большинства других опенингов, которые я слышал в этом сезоне. Он такой драйвовый, прикольный, и, мне кажется, отражает всю суть данного аниме. Оно прям максимальная пародия на Хогвартс. На четвертое место я решил добавить опенинг Этот герой мертв. Его я могу отметить, наверное, за запоминающийся мотив. Та-та-та. Та-та-та. Вот. Тоже отражает суть аниме, мне кажется, идеально. И зажигательный, драйвовый, и веселенький по настроению. Такие опенинги мне нравятся. И тоже не похож на большинство опенингов, которые я слышал. Запоминающиеся. Я сужу как. Если я потом хожу и напиваю несколько часов, например, какой-то опенинг, значит, он мне запал. У меня заело, и теперь играет в голове. На третий месте располагается опенинг аниме безумно популярного когда-то, а сейчас чуть менее популярного, но тоже безумно популярного. Клинок, рассекающий демонов. Третий сезон. Но чего еще ожидать от хита, у которого должен-должен быть запоминающийся зажигательный опенинг. Очень душевный, очень звучит по-попсовому, наверное, но мне такой жанр вполне себе даже очень вкатывает. Это лично мое мнение. Я думаю, дальше вы начнете угадывать, какой опенинг у меня занимает какое место. Их, собственно, два. Вот чего я точно не ожидал, что буду заслушивать до дыр, так это опенинг «Звездного дитя». Само аниме и сам опенинг этого аниме буквально кричит о том, что, ребят, вы пропускаете такую годноту. Опенинг посмотрел сейчас, кстати, клип на ютубе, посмотрел 63 миллиона просмотров, меньше, чем за месяц. Просто я от этого аниме очень мало чего ждал. Вот. И само аниме, и сам опенинг этому аниме, они прям идеально в этом плане буквально, говорю, кричат, что это хит, ребят. Ощущается, что это как будто бы я слушаю исполнение какого-то айдола и одновременно испытываю ужас от каких-то мрачных нот, которые используются здесь. То есть сочетание айдолов и детектива в одной мелодии, в совмещенной вместе. Я не знаю, как это вот получилось, но вот если это как-то и получилось, то звучит оно именно так. Ну и, конечно же, на первом месте я решил расположить опенинг. Я долго терзался ставить «Звездное дитя» на это место или все-таки другой релиз. Это, конечно же, тайтл. Аля джинайно. Та-та-та-ра-та-та. Все, я думаю, достаточно, чтобы понять, что это опенинг классный, драйвовый и тоже запоминающийся. Наверное, именно этот опенинг я чаще всего напеваю в последнее время, хожу, поэтому именно его я решил все-таки поставить на первое место. Все-таки «Звездное дитя» я не так часто напеваю. Он безумно качевый и классный, но я его все-таки не напеваю. А это показатель, между прочим. Таков мой список аниме-песен на этот сезон. Я думаю, сделать это постоянной рубрикой, кстати, если будут еще шедешки выходить в течение сезонов, тоже делиться с вами опенингами, которые мне вкатили. Идем дальше, к следующей новости. Шаровые диалоги. По третьему сезону «Аригайру» 27 апреля вышла «Авашка». Я это понял, потому что нас заспамили вопросами. Если бы вы не начали спрашивать, кстати, я бы даже, наверное, и не понял. Огромное число вопросов. Сначала один зритель, потом другой зритель. Я сначала думал, что это вообще один зритель спрашивать с разных аккаунтов, чтобы создать видимость, что всем это нужно. Но потом оказалось, что нет. Все-таки разные люди спрашивают. «Авашка» действительно недавно вышла. Все ждут от нас озвучку, подобно той, что была в третьем сезоне. Так вот, я поднял «Канфу», собрал туда снова состав. Нашли этих «Наря». Напомнил своим коллегам, что есть «Авашка», ребята, давайте сделаем. И я надеюсь, в мае мы ее все-таки выпустим и вас порадуем. Почему именно в мае, не в ближайшую неделю-две, не до середины мая? Я знаю, вы очень ждете, простите. На это есть ряд причин. Я сейчас расскажу, каких. Во-первых, я очень много набрал озвучки. У меня физически не хватает времени, чтобы все озвучивать подряд. Сейчас, во-первых, выходит дополнительно Дунхуа, который нужно озвучивать. Во-вторых, мы взяли в работу фильм «Сузума. Закрывающие двери». Я там тоже буду принимать участие. На каких ролях, пока не знаю. Поэтому не буду говорить. Но уверен, что получится озвучка у нас классная. И я уверен, что много в ней кто посмотрит. А мы сделаем все возможное, чтобы вы получили максимальные эмоции от просмотра. У меня, во-первых, еще много ангоингов, которые продолжают выходить. Они никуда не деваются, ребят. Они каждую неделю выходят. Их каждую неделю надо делать. Да, если кто-то не в курсе вдруг, то каждую неделю в одно и то же время, в один и тот же день недели выходит новая серия аниме. И ее нужно озвучивать, желательно в ближайшие 12-13 часов. То есть ты практически сразу садишься. Ночь, утро. На работу тебе, например, если надо. До работы садишься, озвучиваешь. Ночью, например, ты хочешь спать, но садишься, озвучиваешь. Потому что ты понимаешь, что утром ты вообще сдохнешь, если ты встанешь ее озвучивать. Времени не хватает. Поэтому приходится немножечко распластываться по маю месяцу и распределять, когда что ты будешь озвучивать. И тут еще внезапно вмешалась зубная боль, резко пронзившая мои зубки. В общем, вмешалась зубная такая проблема. А у меня заболел зуб резко. И когда я сходил в стоматологию, мне сказали, что у меня четыре, мать их, зубомудрости, один из которых уже создает проблемы в виде ноющей боли, как раз таки, которая меня и беспокоит, аж в висок отдает зуб вот этот вот мудрости, в другие зубы врезается. Этот зуб болит, в котором он врезается. Ничего делать невозможно. Обезболивающее пьешь, оно вымокает ненадолго, потом опять начинает болеть. В общем, надо удалять его, сказали мне. Срочно. Срочно надо удалять. И в ближайшее время, вот буквально сегодня-завтра, пойду операцию делать. Те, кто это делали, наверное, знают, что это за штука. Я еще этого не делал. И я не представляю, что со мной там будет происходить. Ну как сказать, не представляю. Я посмотрел видосы, почитал комменты, и в целом общую ситуацию я понимаю. Может болеть сутки-двое после, может не болеть, может болеть и дольше, может вообще не болеть. У каждого по-разному индивидуально. Но, что главное, я понял, во время удаления зуба мудрости из-за анестезии ты боли не чувствуешь. Боль наступает потом. Вот. Так что, потом я надеюсь, как-нибудь перетерплю. Самое главное в момент, чтобы я не дергался, чтобы мне не было больно. Я прям это очень не люблю. После удаления, мне, боюсь, будет больновато говорить, озвучивать. Поэтому максимальную нагрузку я решил либо сделать до, а до может и не получится, либо после того, как я удалю хотя бы два зуба мудрости с одной стороны и смогу более-менее как-то работать челюсть и озвучивать. пройдет, я думаю, неделька. И если ангоинг я как-то могу сквозь боль потерпеть озвучить, то фильм и овашку все-таки хочется сделать хорошо. На них время есть чуть побольше. Могу позволить себе чуть-чуть отложить. Простите меня за это. Если вы очень ждали нашу озвучку, я ее немножко могу подзадержать. Ну и в целом, ребят, лечение зубов это дорогое удовольствие. Поэтому мой бусте в описании, ребят. Можете найти, подписаться, поддержать. Для вас эксклюзивный контент. Для меня здоровые зубы. Так договорились, да, спасибо за поддержку. В любом случае, тем, кто сейчас поддерживает, вы неимоверно сильно помогаете. Спасибо, в любом случае. Я бы еще хотел рассказать про тайтлы Весны, которые я смотрю. Но, знаете, я, наверное, это сделаю в том ролике, в котором буду говорить про популярное аниме сейчас в сравнении с прошлым, ну, с началом сезона. Наверное, там будет уместнее об этом говорить. Поэтому ждите следующий ролик. Это и так уже достаточно длинным получился. 37 минут я сейчас снимаю. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Я с вами прощаюсь, но ненадолго. Хорошего вам всем настроения, приятных анимешек. Всем saw. Пока.